Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Мэр взял строительство крематория под личную ответственность. Глава города заявил, он появится в следующем году, несмотря на претензии прокуратуры. В крае число пострадавших от удара током ежегодно растет. Я отлично живу, пока не знаю, когда протест появится, еще лучше буду жить. Железнодорожники говорят, смертельный удар чаще всего получают любители экстремальных селфи. Кладбище брошенных машин. Являются пожароопасными, потому что все разбито, превратились в мусорные ящики. В Красноярсе жалуются на брошенные авто, которые занимают парковочные места. И сразу три семейных фестиваля проходят в Красноярске, где можно посоревноваться в ползунковых бегах и выучиться на блогера. Крематорий появится в следующем году. Мэр Сергей Еремин прокомментировал сегодня скандал вокруг проекта. Накануне стало известно, что городская прокуратура нашла в конкурсе нарушения. Надзорные органы не устроили необоснованно большие площади, которые мэрия отдала победителю конкурса. Да и сам участок, как выяснили в ходе проверки, не подходит по экологическим и санитарным нормам. И сегодня глава города озвучил официальную позицию. По его словам, со всеми претензиями надзорного органа уже разбираются юристы мэрии. А крематорий строить продолжат. Логика очень простая. Мы сказали, придите все, мы на весь мир, на всю Россию дали клич. Специально полгода говорили, пожалуйста, мы будем проводить конкурс на проект. Приходите все. Все, проект отобран. Теперь давайте уже приступать к его реализации. Поэтому у меня задача, чтобы объект этот появился на территории города. За 8 месяцев 2019-го от удара током на железной дороге погибло больше людей, чем за весь прошлый год. О такой тенденции рассказали нам в КрасЖД. Чаще всего, говорят специалисты, смертельный удар получают любители экстремальных селфи. Почему случаев гибели на дороге становится больше и о чем мечтают те, кто выжил после удара в тысячи вольт, расскажет Денис Козлов. Красиво я начал писать где-то в год. Некрасиво писал, а потом начал красиво. В свои 14 Денис буквально начал жить заново. 4 года назад мальчика на заброшенном трансформаторе ударило током. Сила разряда 10 тысяч вольт. Ребенок чудом выжил, но руки пришлось ампутировать. Писать и работать на компьютере Денис начал учиться через месяц. В школу вернулся в первый день после выписки из больницы. В будущем хочет выучиться на программиста. Протезы ставят бесплатно в Санкт-Петербурге. Денис с мамой уже были на подготовительной операции. В октябре нужно ехать снова, в этот раз на реабилитацию. Но денег у семьи нет. Мама мальчика с тех пор, как с ребенком случилось несчастье, с работы ушла. Ухаживает за сыном. Поедем на реабилитацию, потому что была тяжелая сильная операция. Надо ее разрабатывать. Массаж, физиолечение, фокат, бассейн, чтобы уже подготовить к протезированию. Теперь надо на дорогу и на проживание. Это в районе 77 тысяч. Чаще всего такие ЧП происходят на железной дороге. Если в прошлом году пострадали 72 человека, 32 погибли. В этом скончались уже 34. Нередко гибнут дети. В большинстве случаев причины трагедии среди ребятишек на железной дороге происходят из-за обычной любознательности. Но кто в детстве не хотел все попробовать, так сказать, на собственном опыте? Вот, например, лестница, которая ведет к проводам. Даже маленькие дети могут встать друг другу на плечи и забраться наверх. Ну а там уже смертельное напряжение. На самом деле бывают и другие причины, по которым случаются трагедии. Причина простая. Погоня за трендами на красивые фотографии. Основные нарушения – это подъем граждан на стоящие подвижные составы. В основном это модная тенденция делать селфи. Вот как пример на железной дороге на сегодня. Вот из числа травмированных у нас пятеро детей травмировано и трое погибло. Как говорят врачи, выжить при ударе током на ЖД-путях – чудо. Разряд в 125 раз сильнее, чем в обычной домашней розетке. Но бывают случаи, когда человек сам цепляется за жизнь. Даже когда врачи опасаются делать прогнозы. Восстановление после такой травмы – тоже дело случая. Выживание при ожоговой травме в особенности – она вообще не прогнозируется. Поражают зоны активные. Суставы, например, кисти, стопы, промежности у женщин, молочные железы, лицо, шея. Это нет одинаковых травм. И поэтому реабилитация очень зависит и от индивидуальных особенностей. От особенностей рубцевания, особенностей. Поэтому врачи и железнодорожники советуют красноярцам не надеяться на чудо, а в первую очередь беречь себя. И ни в коем случае не приближаться к проводам возле ЖД-путей. А главное – донести то же самое своим детям. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал. Если у вас есть новости, присылайте их нам на Вайбер или Ватсап. Номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. Почти 200 норильчан двое суток не могли улететь из Красноярского аэропорта. Авиакомпания «Нордстар» около 10 раз переносила рейс. Изначально самолет должен был вылететь вчера в полдень, но по неизвестным на тот момент причинам авиаперевозчик постоянно изменял время вылета. В итоге людям предоставили гостиницу только в 10 часов вечера. Вещи в камерах хранения им тоже пришлось держать за свой счет. Чтобы нас покормили, мы просили сами. Женщина у нас после операции пролежала 2 часа у представителя «Нордстар» на кушетке. Не вызвали врачей, пока мы сами и настояли, не пришел врач. Объявили прием багажа и объявили паспортный контроль сразу же. У нас было здесь 5 человек. Мы успели сдать багаж. Ровно за 15 минут что-то произошло опять. Опять перенесли рейс. Куда-то, видимо, наш борт, на который мы должны лететь, опять перенаправили и закрыли регистрацию. Багаж мой теперь там, да. Мои сумки уехали. Вот мы за сколько сидим, я уже 2,5 тысячи потратила. Сейчас еще на сколько покушать, не знаю. А что делать? Ребенок не будет за кого-то не сидеть. Это я могу кофе попить. Компании «Нордстар» сегодня объяснили, рейсы переносили вынужденно из-за непогоды. К тому же Норильский аэропорт принимает самолеты не круглосуточно, а только до 6 часов вечера. Работать ночью в северном городе отказались. Это тоже повлияло на формирование расписания. За последние сутки, по словам руководства, пришлось перенести 5 рейсов. И чтобы решить проблемы с питанием и гостиницей, для почти тысячи пассажиров понадобилось больше времени. Очень сильный туман в аэропорту. В принципе, данная ситуация является типичной для Норильска в данное время года. Поэтому, к сожалению, такие задержки иногда случаются. Когда компании такие ситуации начинают реагировать незамедлительно, но, к сожалению, в городе зачастую нет гостиниц, которые готовы единомоментно сейчас применять такое количество пассажиров. В итоге, час назад пассажиры все-таки вылетели домой. Ну, а пока люди ждали посадки, красноярские искусствоведы и общественники решали, как украсить залы нашего аэропорта. Сегодня комиссия обсуждала, как отразить в интерьере терминала творчество Хворостовского, в честь которого назвали Воздушную Гавань. О самых интересных предложениях расскажет Елена Саткеева. Название 45 аэропортов в этом году дополнили именами великих людей. Интерьер красноярского терминала тоже преобразится. К нему добавят напоминания о жизни и творчестве оперного певца Дмитрия Хворостовского. Что именно это будет, сегодня решали больше 20 экспертов культуры. Встречу провели в формате мозгового штурма. И всего за два часа с чистого листа здесь составили множество вариантов. Пока что наиболее вероятно, что в общедоступной зоне появится рояль, на котором сможет сыграть любой желающий. Сейчас администрация аэропорта не называет ни лучшей, ни худшей идеей, но в ходе обсуждения и эксперты, и сама администрация неоднократно отмечали эту идею. По словам руководства, сейчас наибольшей популярностью, особенно у иностранцев, пользуется галерея Василия Сурикова. Скорее всего, что-то подобное сделают и с Дмитрием Хворостовским. Только вместо картин будут основные моменты биографии или самые яркие цитаты оперного певца. В сентябре в Красноярск прилетят родители Дмитрия Хворостовского. Известно, что они хотят установить скульптуру у входа в терминал. Подобный монумент только Александру Пушкину уже стоит около входа в Шереметьевский аэропорт в Москве. Эксперты решили, что обязательно нужно отобразить голос Хворостовского, но из-за жестких технических регламентов аэропорта сделать это не так-то просто. Как вариант, предложили проигрывать короткие двухсекундные отрывки перед важными объявлениями или же сделать отдельную зону для прослушивания полноценных произведений. На сегодняшний день тренд развития всех аэропортов, всей авиационной отрасли именно по наземному обслуживанию идет так называемым тихим аэропортом. И мы тоже на этом пути. Мы, наоборот, уходим от постоянного какого-то звучания, чтобы, если действительно делается какое-то объявление, оно привлекало максимальное внимание. Ну и последняя идея фаворита – это варианты с огромной фотографией оперного певца или памятным видеороликом. Также предлагается на стартовой странице при подключении к местному Wi-Fi сделать соответствующую информацию. Он очень много говорит о Сибири, о России. Он всю жизнь пропагандировал, прославлял Россию, русскую культуру, русскую музыку. Он знакомил зарубежного слушателя с русскими романсами, с русской оперой. Но главное, к чему пришли все участники обсуждения, что торопиться в этом случае точно не стоит. Все-таки аэропорт – это в первую очередь место для полетов, а не музей. Поэтому первые изменения мы, скорее всего, увидим даже не в этом году. Елена Саткеева, Станислав Смирнов, Седьмой канал. Они давно превратились в мусорки и груды металла, но все так же опасные занимают заветные места на парковках. Наши зрители постоянно жалуются нам на автохлам в своих дворах. Жителей смущает и эстетика, и личная безопасность. Можно ли решить проблему, разбирался Илья Филонов. Я уже даже не знаю, сколько стоит он здесь. Как с тех пор, как вот нефтепроводное управление отсюда съехало. С тех пор Александр Степанович и ведет отсчет. Говорит, два москвича появились у его дома на Ады Лебедевой лет пять назад. Признается, лучше машины-то и не знает. Сам 20 лет назад такую водил. Но эти 412-й у пенсионера вызывают чувства равнопротивоположные. Являются пожароопасными, потому что все разбито, превратились в мусорные ящики. Тут и в них что-то и закладывают некоторые молодежи. Одним словом, занимают парковочные места. Здесь даже, я бы так сказал, что возможно проведение теракта, кто захочет. Подожег этот москвич, сгорели все соседние машины. В начале она была менее ржавой. Все колеса на месте были. И они еще были не до конца спущены, скажем так. Было это в 2011 году, как я сюда переехал. А это уже двор в самом центре, на Маркса. И здесь местный житель Егор жалуется на шестерку. Машина стоит 8 лет. Сейчас это просто помятый ржавый кузов и мусорка вместо багажника. Но больше всего Егор волнует парковка, которая в этих местах на вес золота. Вечно была проблема с парковкой, как я в 2011 году сюда переехал. Потому что в центре города нигде не было ничего перегорожного. Сейчас там шагбал у нас появился еще как-то более-менее. Здесь было все машинами заставлено. Буквально можно было проехать на машине, если вот каждое зеркало по миллиметру высчитывать. И стоит машина, занимает парковочное место. И проблема эта не только в центре города. Вот пятерка в белых росах. Две вполне себе целые шестерки на высотной. Волга на Баградо, над которой вандалы особенно поиздевались. И японец Тойота Кариб, который за пять лет простоя буквально врос в землю. Вот смотрите, еще два экземпляра, но уже на ладоке цхавели. И если шестерку мы видели часто, то вот брошенный Ниссан Скайлайн это уже что-то новенькое. Как поступить с такими машинами, если вы житель, которому они мешают? Мы пообщались сегодня и с администрацией, и с полицией. И в принципе, действенного алгоритма-то нет. Максимум, что можно, это вызвать участкового. Он по номерам пробьет собственника, поговорит с ним, проведет беседу. И в принципе, на этом все. А вот как поступить, если вы собственник, который не знает, куда деть этот хлам? То тут уже вариантов как минимум два. Во-первых, можно сдать машину на утилизацию. В городе есть несколько фирм, которые этими занимаются. Услуга эта платная, в среднем от двух до 15 тысяч. Но за эти деньги вашу машину заберут, разберут, утилизируют. А вам еще сделают скидку на сумму черного и цветного лома, который был внутри. Есть и второй вариант. Он даже прибыльный, но более хлопотный. Самому снять стекло, слить все жидкости, содрать обшивку из салона и сдать на металлолом. На этом даже можно будет подзаработать. И, по крайней мере, это будет честно по отношению к соседям. Ведь, я их понимаю, они изрядно нервничают, когда ищут так нужное место утром или вечером на парковке возле дома. Илья Филонов, Владимир Фетисов, Седьмой канал. Тем временем на новые автомобили спрос у красноярцев даже вырос. По данным агентства «Автостад», за первое полугодие продажи новых моделей подскочили на 20%. Всего красноярцы скупили больше 11,5 тысяч новых машин. Наш край входит в 30-ку регионов с крупнейшим авторынком. И желающих приобрести новинку у нас больше всего. При этом в 22 субъектах, наоборот, фиксируют снижение спроса. Меньше всего новые автомобили хотят покупать в Ставропольском крае и Нижегородской области. И к другим темам. Двое красноярцев пострадали от взрыва газа в Германии. По информации портала НГС, парни отдыхали там по программе молодежного культурного обмена. В доме, где они остановились, взорвался баллон с газом. У одного из туристов обожжено 20% тела, у другого 50%. Сейчас они на лечении в немецкой клинике. О других новостях в двух словах расскажем далее. Президент центр в Татышев парке заработает осенью, рассказал мэр Сергей Еремин. Центр закрыли для посетителей сразу после универсиады. Недоступными для красноярцев стали туалет и комната матери ребенка. Открыть его обещали в мае, но чиновники не нашли желающих обслуживать здание. Сейчас готовятся запустить новые торги. Полицейские задержали пьяную автомобилистку с ребенком. Силовикам о состоянии женщины доложили ее же родственники. Как рассказали в ГИБДД, за рулем была 27-летняя девушка, а на заднем сидении в детском автокресле 4-летний мальчик. Женщина была сильно пьяна, тест показал больше одного промилля. В мэрии предложили красноярцам самим изменить генплан города. Последний раз документ корректировали три года назад. Пожелания горожан принимают до 10 сентября в Управлении архитектуры на Маркса 95. В Госдуме предлагают ввести 1-й сентябрьский капитал для родителей школьников. Как пишет российская газета, взрослым ежегодно требуется минимум 11 тысяч, чтобы собрать ребенка к учебному году. Среди регионов дороже всего школьные принадлежности и форма обходятся красноярцам, пока инициативу законодательно не рассматривали. В Красноярске в третий раз за год сменили главу департамента горхозяйства. Мэр назначил нового руководителя ведомства, им стал Юрий Савин. До него должность занимал Евгений Жвакин. В кресле начальника он продержался всего два месяца, а затем переехал в другой город. До него департамент возглавлял Юрий Шестопалов. Он уволился по собственному желанию. О Савине пока известно немного. До мэрии трудился в управлении дорог и благоустройства МЧС и сфере ЖКХ. Своё назначение по телефону он комментировать не захотел. А вот другой чиновник, правда уже краевой, свой пост покидает. Речь о Сергея Алексееве, министре спорта. Завтра его последний рабочий день. Распоряжение уже подписал губернатор. В документе указано, чиновник покидает пост по собственному желанию. В телеграм-каналах уход Алексеева связывали с разбирательствами по поводу строительства спортивных объектов универсиады. Однако сам Алексеев заявил, что уходит на повышение в Москву. Пока исполнять обязанности министра спорта будет его заместитель. А в перспективе на эту должность пророчит Максима Уразова, руководителя дирекции универсиады. В Красноярск прилетели японские барабанщики. Группа с 30-летней карьеры Аскагуми выступала на самых известных площадках. От Каирского оперного театра до Кремлевского дворца. Как иностранных гостей встретили красноярцы, расскажет Денис Денисов. Он сейчас как раз на их концерте. Денис. Денис 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 Инологии уже многократно посещали Россию. А, поскольку используют уже довольно давно, а с 90-го года мы в Красноярск. Они приехали впервые в рамках Большого Тура. Такая вот ритмическая барабанная музыка уже установила многому влияния на западную культуру. На кинематографу. Это можно определить по тому, как звучат пафосные военные сонтреки в СМИ. Да, если долго замолчу, предлагаю немного посмотреть и послушать, наверное, для всех. День. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, думаю, на этом мы закончим, и я надеюсь, что в следующий раз, когда нечто подобное появится в нашем городе, в этот точно не пропустится студия. Вам слово. Денис, спасибо. Тебя, конечно, было не так хорошо слышно, как барабанщиков. А это был Денис Денисов и прямое включение с концерта японских барабанщиков. На правобережье за месяц построят спортивный городок. В одном из дворов Кировского района рабочие уже обустроили площадки, вкопали столбы, начали обтягивать поле сеткой. Уже через месяц, говорят чиновники, здесь появится поле для волейбола, футбола и баскетбола, гимнастические комплексы и столы для пинг-понга. На строительство одного такого городка ушло 3,5 миллиона, а вот на другой спортобъект, бассейн, в Ленинском районе, потратили больше 5 миллионов. Его построили еще в 70-м году, но даже спустя полвека в нем занимаются больше тысячи человек в неделю. Там обновили плитку в чаши бассейна, закупили новые фильтры и насосы. Космическая грядка, ползунковый, бегаешка, школа блогеров. Сразу три масштабных семейных события проходят в эти дни в МВДЦ «Сибирь». Там можно найти ребенку идеальное хобби, уникальные товары для молодой семьи, а также познакомиться с передовыми методиками образования. О самом интересном расскажет Денис Денисов. Деловой центр «Сибирь» стал похож на спортплощадку. Футбол и гимнастика, хоккей и каратэ, керлинг и теннис. Там открылся Красноярский фестиваль увлечений. И они не только о спорте. Это прекрасная площадка, место для семей, для определения их дополнительного образования и определения для них дополнительной нагрузки. В этом году представлено более 60 площадок, поэтому выбор огромный и, что самое главное, прекрасные условия для посетителей. Популярным и актуальным для молодежи остается информационное направление. На выбор есть сразу несколько школ и студий, готовых обучать детей собирать роботов. Да и в качественном преподавании программирования произошло много изменений, за которыми среднестатистические школы не успевают. Ведь если ребенок не расстается с гаджетом и часами проводит за компьютером, это не значит, что он обладает даже минимально полезными навыками, говорят специалисты. Нынешние программы в смартфонах и операционное обеспечение устроены таким образом, что эти умные программы позволяют в латер-клике добиться любого результата. Что касается походу программирования сейчас, то подход изменился, он стал более системным. Соответственно, учитывается уже возрастная психология, учитывается нынешнее время то, как устроены подростки, чем они живут и как они думают в наше время. Чтобы от серьезных и важных дел дети не устали на фестивале, организаторы совместили их с множеством развлекательных площадок. В ближайшие дни в Сибири проходят еще два параллельных события. Одно из них – ярмарка детских товаров. На местных прилавках есть много всего полезного, интересного и просто милого для молодых семей. А еще для них проводят всевозможные мастер-классы и семинары. Ну а для тех, кто приехал с более профессиональным интересом, в соседнем павильоне работает Сибирский образовательный форум. Здесь собраны самые актуальные наработки для улучшения именно массового образования. Они помогут превратить уроки естественных наук в школах в наглядное и увлекательное времяпрепровождение. Учителям физики и химии уже не нужно объяснять многие законы на пальцах. Даже длительные ботанические процессы можно показать детям в реальном времени. Допустим, если брать чудо-грядку, то она может использоваться у детей от трех лет. Постановка опыта в чудо-грядке от одного дня до семи дней. Если мы берем биологическую лабораторию, то, соответственно, здесь постановка опытов до шести месяцев. Это длительные опыты с методическим разработанным нашей компанией пособий. Большинство производителей образовательных новинок могут не только поставить все в школы, но и учителям объяснить, как легко и быстро начать ими пользоваться. Фестиваль увлечений и детская ярмарка работают до 24 августа. Образовательный форум до 23-го. Денис Денисов, Сергей Раков, Седьмой канал. Прогноз погоды представляет магазин «Линолеум». Укладка, доставка, огромный ассортимент. Скидки всем клиентам. Телефон 223-23-90. И теперь о погоде. В четверг, 22 августа, в Красноярске облачно, без осадков. Ветер восточный 9 метров в секунду, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 12, днем потеплеет до плюс 23. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2 900-333. Прислайте свои фото, видео и текстовые сообщения на Viber или WhatsApp седьмого канала. Номер телефона 8 391 2 900-333. Еще больше интересных и всегда свежих и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго и до встречи.